21 мая, в ночь на пятницу, над нашим городом произошло страшное знамение. Яркий свет озарил весь город. Люди выбежали на улицу, чтобы посмотреть, что это такое, напуганные, с громкими криками, решив, что турки зажгли город. Когда собрался народ, то увидели, что из-под купола Святой Софии вырывается пламя. Оно охватывало весь купол и так продолжалось довольно долго. Потом пламя соединилось воедино, все озарилось ярчайшим светом, и люди начали плакать и восклицать Господи, помилуй. В это время пламя оторвалось от купола и начало возноситься на небо. На небесах открылись как бы некие двери, в которые вошло это пламя, и двери снова закрылись. На следующий день об этом было сообщено патриарху, который объяснил, что это означает, что благодать от храма Святой Софии и от города, от Константинополя взята. Такими примерно словами описываются события, которые происходили в Константинополе накануне его падения. Повесть о падении Царьграда Константинополя приписывается Нестору Искандеру, который был очевидцем этих событий. И действительно, это было грозное знамение, предупреждавшее народ о том, что город падет. Через несколько дней Константинополь пал. Погибло множество народа, как воинов, так и простые мирные люди, жители Константинополя, которые были практически вырезаны турками, которым султан Мехмед II дал право, возможность три дня грабить и убивать. Город был разграблен, разграблена была и Святая София. С падением Константинополя связано много различных сказаний, преданий и легенд. В частности, одна из них связана тоже с храмом Софии, которая теперь превращена в мечеть. Дело в том, что на высоте четырех метров на стене Святой Софии есть отпечаток некой ладони. И вот есть два варианта легенды, объясняющие, что это такое, греческое и турецкое. Греческая легенда гласит, что во время последней литургии, когда уже брали Константинополь, в тот день, когда он был взят, служилась последняя литургия в этом храме, и в конце литургии явилась Божья Матерь, которая стояла на воздухе и осеняла народ своим амафором. Она прикоснулась рукой к стене, и на этой стене образовался отпечаток ее ладони. Турецкая легенда говорит другое. Она рассказывает, что когда турки взяли Константинополь, они ворвались и в храм Святой Софии, вырезали там все духовенство, почти все духовенство и молящихся. Есть предание о том, что некий священник со святыми дарами вошел куда-то в стену, и там оттуда он якобы выйдет, когда Константинополь будет освобожден. Но были почти все, кто в этом храме находились, вырезаны. И когда туда на коне вошел Мехмед II, то конь его шел уже по некоему такому возвышению, по трупам. Конь испугался то ли множество трупов, то ли чего-то другого, встал на дыбы, и чтобы удержаться на нем, Мехмед прикоснулся рукой к стене, кровавой рукой, и на стене образовался отпечаток. Так или иначе, погибло множество людей, и то знамение, которое Господь явил народу, жителям Константинополя, оно было грозным предупреждением, и действительно вот совершилось то, что Господь определил в наказание за отступление от веры, в наказание за стремление к унии с католиками. Нечто похожее происходит сейчас и на Украине. Мы сами видим, что и знаем, что есть множество пророчеств, как святых отцов, так и последних старцев, о том, что будет происходить на Украине. Уже сейчас Господь являет многие страшные и удивительные знамения. Так, например, год назад, когда забирали Софию, пытались передать ее Раскольникам, Софию тоже, да, там столица и здесь столица, там святая София, храм Софии при мудрости Божией, и здесь храм Софии тоже. И вот именно София, да, тоже знамение было связано с этим храмом. Когда пытались ее передать Раскольникам, решили передать ее Раскольникам, то с нее упал крест, с купола упал крест. Это было знамение, но никто ему не внял. В этом декабре, в последнем декабре, во время Божественной Литургии на митрополита Ануфрия была опрокинута чаша со святыми дарами, с телом и кровью крестовыми. Страшное знамение. Об этом много говорили, много писали, но никаких выводов не сделали. Когда передавали, было принято решение о передаче Киево-Печерской лавры Раскольникам почернели кресты, все вы, наверное, это знаете. Потом стали поступать сообщения о скоропостижной внезапной смерти некоторых из богохульников, часть из которых участвовала вот в этом бесовской пляске, когда пытались забрать Киево-Печерскую лавру. Потом начала плакать икона Феодосия Печерского. Преподобный плакал кровавыми слезами, я не знаю, может быть, даже сейчас это продолжается, по крайней мере, видео этого есть в интернете, можно посмотреть, как икона преподобной Феодосия плачет из глаз, глаз его истекают, кровавые слезы, кровавые ручейки. «Господь предупреждает, но никто его предупреждением не внемлет». И вот лавру передают, еще до конца не освободили, но пытаются передать, разграбить и святыни отдать куда-то на запад. Я не случайно сегодня об этом говорю, потому что именно сегодня мы празднуем память преподобного Антония Киево-Печерского, основателя Киево-Печерской лавры, начальника всех русских монахов, как мы его называем. Он жил в XI веке, с юности он был благочестивым и стремился к Богу. По зову свыше он ушел на Афон, там совершил множество подвигов. И когда пришел в совершенство, то игумен обители, духовник его, отправил его с послушанием на Русь, сказав, что там ты должен насадить иночество. И вот преподобный возвратился на Русь, в Киев, и там жил какое-то время в пещере, вокруг него начали собираться ученики, первыми были Нестор, Феодосий вот как раз. И таким образом вокруг Антония преподобного образовалась первая община, а потом основался и монастырь. И если Киев мы называем матерью городов русских, то, наверное, а Антония отцом или начальником всех монахов русских, то Киево-Печерскую обитель, наверное, можно назвать матерью всех обителей русских. И вот эту обитель сейчас пытаются передать, передают, уже частично передали раскольникам. На архиерейском совещании 19 июля в Троице Сергиеве Лавре патриарх Кирилл заявил, что власти Украины санкционировали ликвидацию Украинской Православной Церкви. Наместник Лавры, митрополит Павел, был арестован без всякого повода. Сначала посажен под домашний арест, теперь его перевели в СИЗО, где совершенно никаких условий для пожилого больного человека нет. Он сам рассказывает о том, что к нему неоднократно обращались представители СБУ и предлагали ему признать ПЦУ. Если он откажется это сделать, а он отказывался это сделать, сказали, что против него будет заведено уголовное дело, вот так открытым текстом. Что действительно и сделали, поскольку он остался верен Русской Православной Церкви. Все то, что мы сейчас видим, все то, что сейчас происходит, было предсказано. Предсказано и святыми, и древними, и Серафимом Савовским, и Иоанном Кронштадтским. Даже Федор Михайлович Достоевский об этом предсказывал. И предсказывали об этом и последние старцы. Так, например, Лаврентий Черниговский, живший в середине 20 века, говорил, что как только появится малая свобода, она обязательно появится. А в те 50-е, 60-е годы было сложно себе представить, что появится какая-то свобода для верующих. Так вот, когда появится малая свобода для верующих, то чаще наружу выйдут все лжеучения, бесы и тайные безбожники, которые будут угнетать и противостоять православной церкви. Их будет поддерживать безбожная власть. Поэтому церкви у православных будут отнимать, говорил Лаврентий Черниговский в середине 20 века, а священников и мирян верующих будут избивать. Восстанет в то время, говорил он, и митрополит, которого будут поддерживать безбожные власти, который, митрополит, который не достоин называться этим именем, который вместе со своими единомышленниками, архиереями и священниками поднимет смуту и много зла сопоит русской православной церкви, но в конце концов он, как Иуда, пойдет в погибель. О ком это он говорил? О Филарете или о ком-то другом? Но в любом случае, пророчества эти исполняются. Но Лаврентий Черниговский подчеркивал, что как троицу, отца и сына и духа святого нельзя разделить, точно так же и Русь, Украину и Белоруссию тоже нельзя разделить, и они должны быть и будут вместе, а кто будет этому противиться, тот будет наказан. Предсказания о нынешних событиях есть и у другого старца, который скончался в 2002 году, старца Зосима Сакура. У него есть слова о продолжительности конфликта, который мы сейчас наблюдаем. Он говорил о трех годах, о трех пасхах. Эти слова, правда, приписывают и Ионе Одесскому, но, возможно, Иона Одесский просто повторял то, что слышал от Зосимы Сакура. Старец Зосима говорил, что конфликт будет три пасхи. Ну, вы тоже, наверное, слышали это пророчество. Первая кровавая пасха, вторая голодная, третья победная. Многие, я в том числе, думали в 2014 году, что он говорил о самом начале конфликта и о трех годах. Но, как сейчас мы уже видим, речь была не об этом, потому что уже почти 10 лет, 9 лет прошло с того момента. И, возможно, он говорил как раз о начале тех событий, которые случились в 2022 году, весной 2022 года. Старец Зосима предсказывал, что Киево-Печерская лавра падет, и благодать от нее отойдет, отойдет к оптиной пустыне. Старец Зосима перед своей смертью говорил, что он уходит из этой жизни с ясным видением того, что будет у России и Украины светлое будущее, и они будут вместе. Но, говорил он, на Украину сейчас движется черная туча бандеровского сатанизма. И эта ига бандеровщины будет хуже, чем ига татаро-монгольская. И нужно молиться и молиться, чтобы Украина свергла себя вот эта бандеровская ига. В своем же духовном завещании старец Зосима говорил, что в любом случае все на Украине, вся церковь должна держаться за московский патриархат, а если кто-то отступит, кто-то из епископов, то храмы и монастыри должны начинать самоуправление и самостоятельно переходить по домофор патриарха московского. События эти предсказывал старец Иона Одесский, который говорил, что будет большая смута, начнется она через год после его смерти, а старец Иона скончался в 2012 году, а в 2013 был Майдан, и все началось. Он говорил о том, что, о том, тоже о том безобразии, которое происходит, и в частности он сказал о том, что Руси это не коснется, и Русь в результате этих событий даже очистится. Очищение Руси, как он предсказывал, начнется на первой седмице Великого Поста, когда сатанисты и вся нечисть из России убежит. И мы с вами это видели в прошлом году, когда начались известные события, которые начались перед Великим Постом. На первой неделе Великого Поста как раз и была такая первая волна бегства всех вот этих людей, так сказать, которые портили у нас здесь, в России, воздух своими миазмами. Все старцы говорили о некоем будущем, совместном будущем России, Украины и Белоруссии. Предсказывал эти события и преподобный Гавриил Ургибадзе. Мне известно его коротенькое пророчество, об этом рассказывает батюшка, запись тоже есть в интернете, можно посмотреть. Грузинский батюшка, не помню как его зовут, он еще вот до смерти преподобного Гавриила, а скончался Гавриил в 1995, если не ошибаюсь, в 1995 или в 1998 году, в 1995 по-моему. И вот этот батюшка, может быть еще будущий батюшка или семинаристом, ездил на Украину из Грузии, кажется сдавал экзамены там, и вот он приехал после этого обратно в Грузию, беседовал с преподобным Гавриилом Ургибадзе, рассказывал как все прошло, и батюшка на него так строго посмотрел, говорит, ну вы там что, шутили? Он говорит, да, мы шутили, понял, что, наверное, он себя не совсем и не всегда благоговейно вел, и преподобный ему говорит, шут погубит Украину. И мы тоже это видим, сказаны эти слова, были вот где-то до 1995 года. То, что происходит сейчас, те знамения, которые Господь посылает, и те пророчества, о которых мы с вами знаем, святых, старцев, подвижников, они даны не для того, чтобы мы просто наблюдали за тем, что происходит. Они не просто так сказаны, чтобы жители Украины или России просто безучастно за этим наблюдали. Сказано это для того, чтобы мы постарались это предотвратить. Так вот, эти пророчества все и знамения даются и народу украинскому, чтобы они сделали какие-то выводы, но, к сожалению, мы до сих пор пока никаких выводов и изменений не видим. И это все дано и нам тоже. Потому что в некоторых вариантах пророчеств этих старцев, в частности Зосимы, говорится о том, что и Россию тоже это может коснуться. Иногда старцы говорят, что в России будет все хорошо и ничего здесь не произойдет, а иногда наоборот говорят, как другой вариант возможного будущего. Вот старец Зосима в одном из своих пророчеств, или один из вариантов пророчеств, говорил, что колотня начнется на Украине, которое потом распространится по всему миру и пройдет и по Руси. То есть и у нас есть опасность того, что нас это тоже серьезным образом коснется. И мы не можем просто сейчас вот сидеть, как, знаете, говорится, сидеть, есть попкорн и наблюдать за тем, что происходит. Мы должны что-то делать, изменить свою жизнь, молиться, вот чтобы те пророчества, которые Господь вложил в уста святых своих подвижников, не исполнились. Если уж они исполнились на Украине, чтобы здесь они не исполнились, чтобы нас это не коснулось. Если мы будем по-прежнему жить и ни о чем не думать, не думать о том, что рядом сейчас, на соседней стороне, вот что бы мы ни говорили, но все-таки братья там погибают. Пусть отчасти озверевшие, пусть отчасти оскотинившиеся, но братья наши, может быть бывшие братья по вере, но братья, они погибают, умирают. И мы должны молиться за них и молиться за себя, чтобы Русь встрепенулась, чтобы вспомнила свое предназначение, возвратилась к Богу, исправила свою жизнь. И может быть тогда действительно все будет так хорошо, как об этом говорили старцы. И будет светлое будущее у трех вот этих государств, которые вместе снова соединятся, Россия, Белоруссия и Украина. Да будет так. Аминь.